Добрый день, с вами Лаврентий Ивановна Анастасия. И мы снова поговорим об астрологии и не только. Сегодня мы разберем сложный аспект, падающий квадрат Марса к Нептуну и Венере, который будет действовать в течение всей третьей декады января 2020 года. Пик этого аспекта приходится на 27-28 января 2020 года. Это аспект отравлений, инфекционных заболеваний и отсутствия контроля над эмоциями и чувствами. Это аспект, который поднимает из глубин подсознания архетипы, желания, фобии, страхи. Это аспект неврозов, психосоматики, галлюцинаций, идеализации, фанатизма, доходящего до жертвенности. Это аспект одержимости, маниакального состояния, алкоголизма и активизации других зависимостей. Стрельцовский Марс в квадрате к Нептуну – это воин, который огнём и мечом несёт религию или идеологию. Это аспект и самообмана, аномальных поступков, в том числе извращений. Нужно бояться пьяных. На таком аспекте они легко становятся буйными. Все самые глупые поступки совершаются на таком аспекте из-за того ила, который поднимается со дна подсознания, которое, как правило, у нас не разобрано. Освоение через творчество, духовные практики, изучение психологии. В любом случае важен контроль над эмоциями. Марс активизирует вот этим квадратом всю дисгармонию Нептуна и Венеры. Посмотрите положение Марса и Венеры с Нептуном в натальной карте. И посмотрите, куда попадают они транзитные. Задача ещё раз этого аспекта – проработать темы самообмана, страхов, желаний и иллюзий. При этом требуется, конечно, отказ от самобичевания, самообвинения. То есть принять себя, безусловно, нужно. Но и дальше проработать всё это. В итоге нужно прийти к космической любви и настроить, наладить струны своей души и удержаться в этом состоянии. Вот что сложно. Марс, попадая в воды Нептуна, образует туман иллюзий, обмана, мошенничества. Вот нам бы энергию этого Марса направить с физического плана иллюзий на духовный план, в творчество, в танцы, рисование, музыку, в медитации. Было бы хорошо. Обещания на таком аспекте останутся мечтами и фантазиями. Итак, алкоголь и медицинские препараты не употреблять, прививки не делать, пьяных избегать, в религиозные секты не ходить. Да, экстремизм, возможно, потопы, слёзы, это всё туда же. А кто такой вот этот Нептун в мифологии? Давайте посмотрим образ этого аспекта и постараемся уловить мистерии, происходящие в тонких планах, на небесах. И поняв, что происходит наверху, нам будет легче подстроиться здесь внизу. Нептун, внук Урана, творца, сын Сатурна, брат Зевса Юпитера и дядя Марса. Это так, если вкратце. Зевс сверг Сатурна, который в своё время сверг Урана, и придя к власти, Зевс назначил Нептуна морским царём, а Титан-океан вручил ему трезубец. Однако характер у Нептуна был тот ещё. Своенравный морской царю строил заговор для свержения своего брата Зевса Юпитера. Значит, мы себе уже отмечаем квадрат Нептун-Марс. Это неудачный заговор, который очень вероятен. План Нептуна провалился. В наказание Нептун и Аполлон ссылаются на строительство непобедимых стен для города Троя. Царь Трои, Ломео Медонт, обманул вот этих строителей, не расплатился с ними. То есть уже тоже отмечаем себе обман и мошенничество. Тогда Нептун породил монстра, который, выйдя из пучины морской, едва не погубил Трою. Отметим себе монстра из глубин подсознания, месть и злопамятность. Трою чудом спас Геркулес, которого царь потом тоже обманул. То есть отмечаем героизм, который выходит боком. С Аполлоном, кстати, Нептун потом тоже поссорился. Нептун часто вообще вступал в конфликты, споры, причинами которых были владения других богов. И это мы тоже себе отметим. То есть неуважение чужих границ на таком аспекте. Нептун всегда интересовался, забавлялся раздорами, изменами, аферами, скандалами. Про любвеобильность, выходящую боком, на таком аспекте, как вы уже поняли, можно не говорить. Нептун преследовал, например, Цереру. Ей пришлось превратиться в кобылу. Это ей не помогло. И от их связи получился крылатый конь Орион. Теофана, спасаясь бегством, превратилась в овцу. Это её не спасло. В итоге получился бык с золотым руном. Из капель крови медузы Горгона Нептун создаёт крылатого Пегаса. Супругой Нептуна становится Нереида Салация. Она тоже убегала от этого Нептуна, но её уговорил дельфин по просьбе Нептуна. Он рассказал ей о чувствах морского царя, и Нереида сдалась. Пара стала многодетной. Самый из них известный потомок их Тритон. Видим как раз по нашему аспекту Марс в квадрате к Нептуну и Венере. Любовь как битва, как поединок, мысли о желаниях, их удовлетворении любой ценой. Это мы себе, как вы понимаете, тоже отмечаем. В общем, это аспект и бесчестия во всех смыслах. На аспекте квадрат Нептун-Марс любовь становится как навязчивая идея. Это аспект потери ориентиров. Марс в Стрельце не видит пути в тумане Нептуна в рыбах. Также это аспект недостижимых целей из-за недостатка реализма и трезвости ума. Поскольку Венера догоняет нашего Нептуна, то она в процессе образовывает квадрат к Марсу, соответственно, тоже. Про связь Венеры и Марса мы не будем уж так подробно говорить. Но напомним, что там, конечно, была измена, обман и в итоге месть. А Нептун отражает, смотрите, иньское начало. Венера тоже отражает иньское начало. 28 января к ним присоединяется Луна, достраивая вот эту конструкцию в квадрате к нашему Стрельцовскому Марсу. И получается, что фактически всё время этого аспекта две женские планеты в квадрате к ярой мужской. И вот 28 числа ещё и Луна. Поэтому как минимум третью декаду января мы имеем конфликт инь и ян. Трудности в любви как минимум. И, конечно, мы здесь подразумеваем под Венерой договорённости, систему ценностей. Под Луной подразумеваем и воспитание детей, и бытовые какие-то моменты. Продолжим. Нептун отвечает и за магию, и за тайное непроявленное воздействие. Поэтому конфликты, особенно геополитические, будут решаться сокрыто. Марс в Стрельце, Нептун в Рыбах. Будет много фейков, скрытой пропаганды, тайной вражды. Проговорим на всякий случай вот эти химическое оружие и зомбирование. А также упомянем использование магии, и как в результате мы получаем страшное непонятного рода возгорание. В общем, Нептун – носитель божественной энергии. Это да, божественных образов. Но нужно же на это настроиться. Настроившись на вот такие правильные сюжеты, мы уходим от низших октав и вибраций вот этой планеты. Кстати, под Нептуном мореплавание, вот ещё не сказали, поэтому могут быть морские сражения, морские конфликты, штормы, цунами, бурь, кораблекрушение. Под Нептуном ещё и виртуальная реальность, телевидение и кино. Вот буквально сейчас накануне в Бразилии разрешено судом показывать фильм, где Иисус совершает каминкаут, то есть он нетрадиционной ориентации. Это судом разрешено. И квадрат Нептун-Марс, как вы понимаете, вот он уже начал действовать. Уже. То есть это точно квадрат Нептун-Марс. Под Нептуном у нас и сны, которые сейчас могут стать кошмарами из-под сознания. Поэтому особенно очень важно суметь настроиться на высшую гармонию и удержаться в этой любви, в творчестве целый месяц, можно даже сказать, потому что это 27-28 января, как минимум плюс-минус неделя. Но вообще я бы брала даже дней 10. Туман Нептуна – это проявление божественных образов, идей. Но если мы не проявим силу воли по квадрату, то это будет реализовываться не так уж красиво. То есть мы проговорили через вот эти таинственные поджоги. Понятно, что они имеют и божественную природу в том числе, через стихийные бедствия, заговоры, махинации. Наиболее почувствуют этот аспект, понятно, рыбы, девы, стрельцы, близнецы, а также овны, весы, тельцы. То есть если у вас там задействованы эти планеты, особенно или этот аспект попадает и активизирует значимые точки гороскопа, то уже имейте в виду, что нужно быть настороже. Но вообще, в принципе, конечно, аспект затронет всех. «Падающий квадрат» – это завершение сюжета. Новый сюжет рождается на соединении, это будет в июне 2020 года, пик 13 июня можно себе отметить. А вообще вот этот наш сюжет, который породил вот этот «Падающий квадрат», наш сюжет зародился в декабре 2018 года. Давайте вспомним, что же там вот было такое. На Украине Порошенко подписал указ о непродлении договора о дружбе и сотрудничестве с РФ. США признал геноцидом голодомор в Украине. Затем были выборы Епифания для получения Томаса. И в конце декабря Порошенко прекратил военное положение, введенное, помните, для чего. Также мы имеем выход Катара из ОПЕК. Во Франции желтые жилеты ИЧС, забастовки в Венгрии, затем там было закрытие последней шахты по добыче каменного угля в Германии. В Китае запуск зонда с луноходом для посадки на обратной стороне Луны. Отметим ещё, что 18 декабря на расстоянии 120 астрономических единиц от Солнца в рамках поиска девятой планеты было обнаружено самое далёкое небесное тело с периодом обращения вокруг Солнца тысячу лет. Это транснептуновый объект в созвездии Тельца Фараут. Очень важно, что вот тогда проявилась вот эта ещё одна божественная энергия, скажем так. Задуматься для чего. Она находится в созвездии Тельца, Тельцом управляет Венера, Венера участвует в нашей квадраторе. Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии и объявил об отставке министра обороны Мэттиса. А сейчас вот это падающая квадратура, то есть подведение итогов. Также были жуткие цунами в Индонезии и в начале декабря ещё были землетрясения на Аляске. Я напомню, у нас сейчас вообще в принципе по аспектам у нас мощный-мощный стелиум в Козероге, который Плутон, Сатурн, вот буквально сейчас отсюда отходит Солнце с Меркурием. И всё это, можно сказать, в квадрате, переходящем в синтагон, к Урану. А Уран, обратите внимание, вот сейчас он уже разгоняется до 45 градусов, но вот в середине января он ещё очень-очень медленный. То есть это я о чём? О том, что очень вероятны действительно какие-то и метеорологические катастрофы, и землетрясения, то есть подвижки земной коры очень тоже вероятны. Конечно, тогда в декабре 2018 года были и другие события. Но мы хотели обратить ваше внимание на то, что на январском аспекте квадрат Нептун-Марс будут упоминаться и раскрываться вот и те сюжеты тоже. Что же, изучайте свои натальные карты, вспоминайте, что было у вас в декабре 2018 года. Ставьте лайки, делитесь этим видео, подписывайтесь на наш канал, смотрите и другие наши аналитические разборы, прогнозы и лекции. Пишите мне в Facebook в личку, будем вместе изучать ваши натальные карты, искать предназначения, смотреть кармические долги. С любовью, Ваша Настя. Пока-пока, будьте умничками.